МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Древняя Скандинавия. Эпоха викингов. У меня сегодня в гостях историки Елена Мельникова и Сергей Агешев. Здравствуйте, господа. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий центром Восточной Европы в древности и средневековье. Автор книг и публикаций в том числе. Древняя Русь в свете зарубежных источников и скандинавские рунические надписи. Сергей Агешев, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета. Кандидат исторических наук. Преподаватель кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор переводов скальдических стихов и статей по истории средневековой Норвегии. Субтитры создавал DimaTorzok Существует некое общее представление о викингах. Это бородатые дядьки в шлемах с рогами, которые лютуют и витийствуют где только можно. Ну и, естественно, рубят всех направо-налево. Однако же, как недавно я узнал от одного норвежского историка, за все археологические раскопки, которые проводились на территории их страны, ни одного рогатого шлема найдено не было. И так первый стереотип подвергается сомнению. Ко всему прочему, не все викинги плавали туда-сюда на дракарах. Еще надо было и скотину растить, и урожай собирать. Так кем же они были на самом деле? И какое процентное соотношение было тех, кто плавал, и тех, кто сидел во фьордах? – Совершенно справедливо. Рогатые шлемы – это миф. Рогатые шлемы были у кельтов, а не у скандинавов. И масса других стереотипов общих разрушается прямо вот у нас на глазах в результате и археологических раскопок, и исследований текстов, памятников, которые остались. Конечно, сами скандинавские памятники литературные, они более поздние. Но очень много о викингах, естественно, писали в странах Западной Европы, куда викинги приходили. И в первую очередь, конечно, разрушается представление о викингах только как о грабителях, которые вот так направо и налево резали всех. Конечно, они резали, это не без того. Но, кроме того, викинги осуществляли чрезвычайно важную функцию. Функцию для всей Европы абсолютно необходимую. Функцию соединения Запада и Востока Европы. Они как бы объединяли всю Европу в единое целое. Дело в том, что эпоха викингов началась как раз в то время, когда важнейшие торговые коммуникации, шедшие по Средиземному морю, были перерезаны арабами. Возникает арабский халифат в VII веке. И пути торговые, связывавшие Европу, куда поставлялось золото, предметы роскоши и все прочее, с Востока, частично по Шелковому пути, и с Закавказья и так далее, эти пути оказываются перерезаны. И в Европе наступает кризис, экономический кризис, потому что вот все эти связи оказываются нарушены. И тут как раз возникают скандинавы со своими великолепными кораблями, равным которых нету просто нигде в Европе, со своим оружием, которому нету равных в Европе, которые вынуждены заниматься какой-то дополнительной деятельностью, потому что земледелие почти невозможно только в отдельных небольших регионах, скотоводство не дает достаточно средств для существования, значит, нужны какие-то еще источники доходов. И вот этим главным источником доходов становится вот это вот массовое движение викингов на Запад и на Восток. Дальше связь с Востоком осуществляется через Балтийское море, в Восточную Европу, по рекам Восточной Европы, сначала по Волге, потом по Днепру, и вот Европа снова объединяется как единое целое. Но они при всем при том, торговлей же не занимались? Занимались. Занимались. Занимались, вовсю занимались. То есть не только грайперы. Что вы, я и говорю, что вот один из главных стереотипов разрушается у нас на глазах. Понимаете, значит, вот раскопки крупного могильника, воинские захоронения с мечами, с шлемами, правда не рогатыми, с щитами, конь в ногах лежит, раб один-другой там же положен для обслуживания на том свете. Все как положено. И что почти обязательно у этого викинга будет? Весы без мен. Значит, не без мен, простите, равноплечные весы с двумя чашечками. Набор гирек в мешочке и монетки. Вот, понимаете, с одной стороны ему меч нужно, а с другой стороны весы. Ну да. Явный показатель активной торговой деятельности. Ну да, обмен валюты. Да. И в связи с этим я должен, нужно сказать, что тогда вот эти стереотипы, когда разрушаются, мы видим, что слово викинг само приобретает очень разное значение для самих скандинавов. То есть это не только воин, но это торговец. И то, о чем вы сказали, надо было и землю пахать, и скот растить, и, соответственно, это еще и поселенец. К тому же, в какой-то степени. Потому что мы знаем, что все эти походы, конечно, приводили к все-таки какому-то освоению скандинавами земель в других частях Европы. А вот с чего понеслось-то все? Вот они сидели, сидели себе во фьордах, занимались рыболов, сломоход, частично земледелием, частично скотоводством. И вот в один прекрасный день взяли, подорвались и поехали завоевывать Европу. Ну, это не так сразу, понимаете? Эпоха викингов как бы условно начинается с 782-м годом нападением отряда викингов на остров Линдисфарн у восточного побережья Англии и разграблением там монастыря святого Кутберта. Это как бы такая условно принятая дата. Но на самом деле... Ну, записанная, скажем так. Да, записанная. Зафиксированная в источниках. Ну, зафиксированная в источниках и более ранние даты. 870-какой-то год, когда отряд викингов напал тоже на восточное побережье Англии и все прочее. Но дело даже не в записи источников. Походы скандинавов в Западную Европу по западному пути начинаются уже в VI веке. Скажем, у Григория Турского упоминание нападения на Северную Галлию. Конечно, этого самого знаменитого Хло Хилайка. И так далее. Григорий Турский, историк франков. Происходил из знатной галоримской семьи Изаверни. С 573 года епископ города Туа. Один из влиятельнейших духовных лиц государства мировингов. Григорий Турский, автор истории франков, написанный на латинском языке 10. То есть выходы скандинавов в Западную Европу начинаются значительно раньше. И это острая необходимость пополнения доходов. По мере стратификации общества, выделения вождей, знати, по мере накопления богатств требуется все больше и больше. И это толкает на вот эти грабительские походы. Уже в эпоху Великого Переселения Народов, в V веке, какие курганы в Упселе? И в Упселе, и в Борре в Норвегии. Прекрасные курганы, правда, более позднего времени. В Упселе, это эпоха Великого Переселения Народов. В V веке. Огромный, высотой 20-30 метров, три кургана, колоссальных совершенно, с богатейшими, правда, разграбленными... Черные археологи существовали всегда. Да, даже в эпоху викингов. С разграбленными вещами, но это были богатейшие королевские погребения. Погребения в Уссаберге, уже эпохи викингов, и так далее. То есть накапливается материальное богатство, которое перераспределяется и повышает вообще статус знати, обособляет ее от общества и повышает статус самого общества. Но, конечно, в викингских походах участвовали далеко не все. Значит, были проведены специальные исследования состава как бы викингов, и это совершенно очевидно, что это младшие сыновья и вообще сыновья из крестьянских семей. Семей не всяких крестьян. Дело в том, что особая категория крестьян, Сережа, это ваша специальность. Да, это моя тема, да, и можно сказать о том, что, конечно, действительно Леонид Санна права в том, что далеко не все отправлялись. И это были те, кому недоставалось большой доли наследства. И, соответственно, они отправлялись в поход для того, чтобы получить дополнительный источник доходов, который не был бы связан только исключительно с ведением хозяйства. И поэтому формируется особая личность викинга, если можно так сказать, человека, который повышает собственную самооценку, повышает... Сам себя делает. Сам себя делает, да, такой self-made, как бы мы сейчас сказали. Но при этом он приобретает огромный опыт. Огромный опыт и военный, и хозяйственный, и коммуникативный опыт, с которым он так или иначе сталкивается, потому что, конечно, в этих всех дружинах, о которых было сказано, изменяется сознание, изменяются жизненные установки. И поэтому мы видим, что, например, здесь это порождало еще миф в саму эпоху викингов, когда, собственно говоря, то, что засилье могущественных родов не давало им развернуться в самих странах Скандинавии, и они вынуждены были соперничать между собой, это приводило к такому выплескиванию энергии за пределы этих обществ, где уже все было поделено. Эпоха викингов приходится на климатический оптимум. Высокие температуры, соответственно, лучшая урожайность и результаты скотоводческой деятельности и демографический всплеск. Это очень хорошо прослеживается по разным деятельности. То есть все это взаимосвязано. Вот эти демографические процессы, социальные процессы, потому что эпоха викингов, ее всегда, это тоже один из стереотипов, который разрушен теперь уже, эпоха викингов всегда рассматривалась как эпоха походов. Главный показатель. На самом деле это эпоха конструктивная для самих скандинавских стран. Это эпоха образования государств, государств национальных в каждой из стран. В Дании, в Швеции, в Норвегии, в Исландии. Прежде чем мы продолжим, я думаю, надо проговорить такую вещь, как общественная иерархия, вот как строилось общество викингов. То есть вот начали образовываться государства. соответственно, есть элита, должна быть какая-то административная верхушка, соответственно, исполнительная власть и все остальные граждане. тут вот вы заблуждаетесь, как заблуждаются все не связанные с этой эпохой. С эпохой образования ранних государств, первичных образований на базе племенного общества. Дело в том, что выделяется знать. Знать военное в первую очередь, потому что война дает доход. Наибольшее это наиболее выгодное предприятие. Быстрый доход, я его подчеркнул. Быстрый доход. И крупный доход. Никакое земледелие с войной не сравнится. Выделяется знать. Выделяется династия, род. который подминает под себя все. В Норвегии Харальд прекрасноволосый. Этот род постепенно пытается ликвидировать других соперников и так далее. Причем очень хорошо и в Дании, и в Швеции, и в Норвегии прослеживается конкуренция двух основных территориальных родовых структур. Да, и политических центров. И политических центров. В Норвегии южная часть, вот вокруг Осла, Вик, где во главе стоит род инглингов, который потом становится родом Харальда прекрасноволосого, как его называют источники. А почему он прекрасноволосый, Сережа, расскажите. потому что это такое замечательное название для человека, который как раз резал всех подряд. Да, тот, который уж был викингом в полном смысле этого слова, и так же, как и многие его впоследствии сыновья, отцовское наследство личностное так бы продолжили. Но дело в том, что действительно красивая, красивая рассказ саги о том, что сначала он был не прекрасноволосым, а косматым. И это связано действительно с историей его женитьбы, когда гордая девушка из местного могущественного рода не хотела выходить за мелкого конунга замуж и сказала, что станет женой только правителя всей Норвегии. Харальд поклялся не стричься и не мыть волос до тех пор, пока не завоюет всей Норвегии. И, соответственно, долгое время, когда это происходило, он был Харальдом Косматым. Харальдом Косматым. И только затем, когда Норвегия все-таки покорилась, он решил причесаться. И стал Харальдом прекрасного волоса. При этом он победил второй конкурирующий политический центр, который находился на территории современного Тронхейма. То есть более северной части. Точно также идет борьба двух племенных, раньше племенных, потом уже политических объединений в Швеции. Свеоланда, центральной Швеции и Юетоланда, юга Швеции. Точно также в Дании Ютландский полуостров и остров Зеландия. Два крупных политических. Вот когда они объединяются, возникают государства. государства вроде как возникает единое. Есть конунг единый, а вот административного аппарата, а уж тем более аппарата исполнительной власти, нету. Есть дружина, личная дружина конунга, состоящая примерно в обычных условиях сколько? До 100 человек? Да, до сотни человек, 60, 90, 120, вот такие. Примерно. Которая осуществляет все административные, фискальные, полицейские и так далее функции. Конунг вместе со своей дружиной ездит по стране, собирая дань, вроде нашего полюдия. Конунг осуществляет суд, конунг что еще делает? Конунг наводит порядок. В первую очередь? В первую очередь, да. Он наводит порядок, но не надо забывать, что в данном отношении, когда он разъезжает по всей стране, он еще сталкивается с массой населения, те, которые имеют собственную организацию внутреннюю, и вот в этих пространствах, особых пространствах возникает общение, и в том числе и осознание тех задач, которые в данный момент стоят перед тем или иным обществом, перед конунгом, и в том числе иногда и задач, которые связаны с внешней экспансией, с внешними нападениями. соседей. На соседей, и на, соответственно, на ближайших соседей, и на дальних соседей. Ближние зарубежные, дальние зарубежные. Да. Вот такой вопрос. Вот все прекрасно знают, что такое дракар. Даже сохранились экземпляры в весьма приличном состоянии, но у них были еще и торговые суда. не такие элегантные, внешне даже достаточно неуклюжие, но, видимо, вполне себе грузоподъемные. То есть, как бы, коммерческий флот отдельно, военный флот отдельно. Или функции совмещались. Значит, здесь достаточно сложно такого принципиального различия конструктивного конструктивного. Я бы сказала, что не было. Дело в том, что дракары были более, значит, отличались от торговых судов в основном только соотношением длины и ширины судна. Они более длинные, более узкие, но, тем не менее, и те, и другие должны были морское плавание выдерживать, штормы и так далее. Поэтому тоже остойчивость должна была быть хорошей. Торговые суда были тоже достаточно красивые. Я бы сказала, они были пошире и повместительнее. И обычно их делали не такими длинными. То есть меньшая маневренность была у них. И, насколько я помню, у них сзади была настройка. Нет. Нет. Настройок не было. Они были все открытые, все они были килевые, и на киль нашивались доски. Клинкерная обшивка это называлась. Значит, одна доска на другую и с такими специальными заклепками это все крепилось. И штевень. Значит, вот на дракарах обычно штевень украшался головой дракона и на корме и на носу одинаково могло быть. на кнарах обычно таких украшений не делали, но просто они были менее что ли репрезентативны по своей функции, поэтому делались, меньше украшались. Назывались они кнар, но значит и те, и другие были морские суда. По рекам они ходить не могли. мелководья, пороги и так далее. И кнары ядра. Нет, ни тот, ни другой тип. Поэтому было большое количество более мелких судов, более подвижных, с меньшей осадкой, соответственно, и в каких-то местах, там, где предполагалось длительное плавание, как в Восточной Европе, скажем, то просто меняли корабли. А вот эти рассказы о том, что волоком по сути... Конечно, конечно, сколько угодно. Это были очень легкие постройки, поэтому это было возможным. Поэтому император Константин Багринародный в середине X века рассказывает, как на моноксилах, на кораблях вот речного типа преодолеваются Днепровские пороги. А Днепровские пороги – это серьезное препятствие. Днепровские пороги – выходы коренных горных пород в русле Днепра, между городами Днепропетровск и Запорожье. Всего было 10 порогов и 30 каменных гряд на расстоянии 75 километров. Они чрезвычайно осложняли судоходство, как во время походов из варяг в греки, то есть с конца IX по XII столетия, так и много позднее. Пороги были затоплены после сооружения Днепрогэса в 1932 году. Сейчас найдено огромное количество кораблей, особенно в Дании. Существует такой центр в Раскелле, музей кораблей, где ведутся исследования вот этих самых находок. И восстановлено много разных. И вот теперь стало ясно, что типов кораблей было много. Не два типа, как раньше считалось, а большое количество. Важной особенностью этих самых кораблей, в первую очередь дракаров, было то, что у них не было разницы между кормой и носовой частью. То есть они могли спокойно подплывать к берегу и не разворачивать, уходить. Что обеспечивало вот эту внезапность атаки и быстрое исчезновение с места грабежа, что было очень удобно. То есть корабль все время моделировался под те задачи, которые он должен был выполнять. И, Елена Санна здесь очень важную вещь сказала о том, что действительно он мог дополняться различными текелажными элементами. И он должен был выполнять подобную функцию, поскольку часто торговая, переселенческая деятельность и военная, как мы уже с вами говорили, сочетались между собой. И когда викинг оказывался в море, он должен был готов быть к любой ситуации. Викинг и купец. И купец. Он же купец. Он же купец. Да. А вот интересно, каково было соотношение хода под парусом и гребли? Я могу сказать об этом. Самый быстрый путь от Норвегии до Исландии, я напомню, что это 970 километров от ближайших точек двух стран, под парусом составлял минимум 5 суток. Нормальное плавание занимало неделю. И даже чуть больше. 7-9 дней. Это еще опять-таки в зависимости какой тип судна. И ветер прежде всего, конечно. Причем даже существовали в данном случае запреты на выход в море, скажем, в октябре и в ноябре от берегов Норвегии, поскольку это всегда грозило гибелью, как правило, таким судам. Потому что, несмотря на то, что они были устойчивые, все-таки пределы их развития все-таки тоже существовали. А вот в контексте гребли? Гребли в основном в каботажном плавании и по рекам. А в открытом море, конечно, только парус. Ну да. Только парус. В открытом море гребля нужна была только для того, чтобы не сносило корабль удерживать его на волне. Открываются острова и колонизуются острова Северной Атлантики. Исландия. Через буквально сколько там, 50 лет открывается южное и восточное побережье Гренландии. заселяется в тысячном году, условная дата, опять же, открывается Северная Америка, Ньюфонленд и, очевидно, Новая Англия. Значит, какие расстояния просто они покрывают на гребных судах? Так далеко не уйдешь. Ну да, и в океане особо не погребешь. Нет, конечно, конечно. Но это было самое скоростное средство передвижения раннего Средневековья, которое вообще знает раннее Средневековье во всех отношениях. Ну, тут, наверное, надо вспомнить еще и освоение французского побережья, которое началось одновременно с набегами на Англию. Ну, так тут и Франция, и Англия. Все. Дело в том, что в эпохе викингов выделяют как бы три этапа основных. ранний этап. Первый это вот от конца восьмого века и до примерно шестидесятых годов девятого века. Это эпоха грабительских походов и эпоха начала колонизации островов Северной Атлантики. Причем ближайших к Англии. Шетландских островов, Фарерских островов и так далее. И это грабительские набеги. Вот тут невероятные всякие истории осады Парижа, осады взятия Лондона и так далее. Невероятные истории связанные вот с этими походами. Разорение Гамбурга знаменитое. Ну да, Лен Сану, все-таки не надо преувеличивать размеры этих городов. Ну конечно, но понимаете, все равно звучит осада Парижа викингами. Прекрасно звучит. Это хорошо для нашего времени, а иногда они проходили этот Париж, часто даже его просто не замечали. Ну да, деревня в пять домов. Нет, ну побольше, конечно. Побольше, И все-таки там было укрепление. Конечно. Нет, и Париж они все-таки осаждать осаждали, но брать не брали. Не удавалось. А вот Руан, скажем, разоряли со страшной силой. Это ранняя эпоха викинга. Ну собственно говоря, Нормандия, откуда имя? Это немножко позже. Это уже следующий этап. Когда начинается колонизация. Значит, вот грабить грабили, но населения много, и вот как раз вот эта проблема земли. И на уже известные территории устремляется поток колонизационный. Он начинается, ну тоже достаточно условно, в 860-е годы в Англии высаживается так называемое Великое Языческое Войско. Да, датчан. Ну там, конечно, не только датчане, но в хрониках пишут о датчане. которая сначала грабит, а затем расселяется там. И образуется так называемая область датского права. Причем очень интересно, что заключается договор между королем, наиболее сильного королевства, определяются границы расселения датчан, значит, территория датского права, формы общения, там замечательно оговариваются формы общения данов и англов, и требуется крещение предводителя и его ближайшего окружения. Через 20 лет заключается новый договор с ними же, и там уже требуется крещение всех поселившихся датчан, то есть они как бы интегрируются постепенно в общество. Но там была и резня, как мы помним. Ну, перед этим, потом довольно спокойно, то есть какие-то периоды опострений были, но в целом начинается период сосуществования на территории датского права, потом она вливается в территорию Англии и все как бы успокаивается. Потом снова викинский набег конца 10-го, начало 11-го века, но это следующий как бы этап. И вот когда начинается это расселение, то немножко позже начинается расселение Скандинав и в Нормандии, то есть в северо, в долине Нуары. И то же самое в 911 году заключается договор между королем Франции Карлом Простоватым и предводителем викингов, одним из предводителей викингов, неким Хрольвом, которого в источнике называют Ролоном. Да, полагают, что он выходец из Норвегии. Да, он иногда называется в одних источниках Даном, в других норвежцем, но вероятнее он норвежец. Значит, с этим Хрольвом тоже заключается договор. Этот договор не сохранился. Самое интересное, что договор Альфреда и Гудрума сохранился, мы его знаем вот в оригинале. Договор с Хрольвом не сохранился, но отголоски его есть более поздних произведений. И, что замечательно, там тоже самое оговаривается территория расселения, оговаривается как бы подчинение Рольфа королю Франции и принятие христианства. Да, но при этом все равно оговаривается, они остаются верны себе, хотя они становятся христианами, но вспомним отдельное условие этого договора, что они все-таки сохраняют возможность иметь наложницы много жен. Коснулись мы темы религиозной, ведь сама плеяда, пантеон богов, викингов до сих пор вызывают восхищение и интерес, начиная с того же Тора, опять же, Валькирии и кого там только не было. Вот об этом, наверное, тоже надо поговорить. Да, и прежде всего Ильяна Санна упоминала Упсалу и надо упомянуть, что знаменитый языческий храм, с которым многое связано и много легенд и много действительно определенных религиозных представлений, он становится центром одновременно и политическим и религиозным и в более позднюю уже эпоху стараются этот пантеон унифицировать, но действительно здесь мы видим, что боги распадаются по своим функциям, они специализируются и опять-таки они специализируются по тем функциям, по которым специализируются сами викинги. То есть, соответственно, если Один это бог прежде всего дружинный, военный и связанный с этой культурой, он еще одновременный поэт и так далее, то Тор это прежде всего бог, который покровительствует сельскому хозяйству и покровительствует различным стихиям, но он и покровительствует каждому отдельному, защищает людей. В первую очередь от великанов, драконов и всякого прочего нечица. и в этом отношении мы видим, что вот этот синтез, о котором говорила Елена Александровна, происходит во всех уровнях, что в дружины викингов попадают люди очень разных социальных страт, как бы мы сейчас сказали, очень разных социальных групп. И дружина таким образом как бы перемалывает вот эти архаические препятствия социальные, которые разделяют людей, отделяют людей одного статуса от людей другого статуса, и происходит своеобразный синтез, и то, о чем говорила Елена Александровна, то, что происходит в области датского права в Англии, сюда помимо различных социальных элементов вторгаются и разноэтничные элементы. И вот это поведение, конечно, основано на особых верованиях. А вот кто помимо Тора, Одина, вот такие расхожие, востребованные были? Ну, конечно же, фрейр. Хотя с фрейром очень сложно. Считается, что это бог более архаичный, эпохи воспринятый скандинавами в более поздний период. Действительно, есть масса очень таких красноречивых миниатюр Тора, его скульптурок. Он, конечно, бог плодородия. Это видно по его фалосу, который, вот он сидит, и это такой самый заметный элемент в его облике. И, соответственно, мы опять-таки видим сочетание этих функций в сознании, в представлении человека военной, производственной, если хотите, и производительной, да, и в этом отношении и функции защиты. И сколько было всяких медиаторов между богами. А Фейер за что отвечал? За плодородие. За плодородие. За плодородие. Помимо функций военных и торговых, викинги еще занимались тем, что сегодня называется наемничество. Потому что, когда они пробирались в Средиземное море, добирались до Венеции, до Генуи, они с удовольствием шли в услужение местным герцогам, правителям, и, в общем, наводили ужас на их соседей, или тех, против кого они дружили. Вот насколько это было распространено? Потому что Спарта, если вспомнить древнюю Спарту, она не только воевала с персами и с соседями, но активно поставляла наемников по всему древнему миру. Этот бизнес у викингов как был? Да, вот здесь надо прежде, конечно, отказаться от представления о том, что это было только средство получения дополнительных средств, дополнительных доходов, если так можно сказать. Потому что, во-первых, далеко не с каждой дружиной викингов могущественный правитель, как вы сказали, особенно если это византийский император, заключали договор. Более того, далеко не все викинги шли на это, и, как правило, это договоры между очень крупными предводителями дружин, между крупными вождями, но знаменитый, например, Харальд Суровый, предводитель варяжской викингской дружины при дворе византийских императоров. И понятно, что этот альянс, он был прекрасен не только в военном отношении, не только в отношении материальном, но и, если так можно выразиться, в отношении политическом. В отношении политическом. И здесь, конечно, часто преувеличивают вот этот фактор наемничества с одной стороны, потому что здесь надо, с моей точки зрения, различать две его стороны. Это попытка обрести некий политический и военный опыт для самих викингов, а с другой стороны, это действительно то, о чем сказали вы. Это такой специфический бизнес, как правило, им занимались так называемые морские конунги, которые занимались исключительно грабежом кондотьера, то, с чем обычно и связывают, с чего начали бородатые дядьки, которые размахивают мечами и всех режут. Но мы видим, что действительно сценариев поведения было очень много. И в этом отношении, скажем, служба при дворах различных европейских государей, прежде всего византийских императоров, давала определенный политический опыт этим викингам и, конечно же, всяческий материальный достаток. Но всегда надо помнить, что это сопряжено с огромной опасностью для жизни. И то, что, скажем, именно политически эти дружины могли не сходиться со своими работодателями, так скажем, говорит о том, что, например, тот же Харальд Суровый сохранил себе жизнь только тем, что он сбежал с этой службы вовремя. Пассаженный в тюрьму. Он бежал из тюрьмы. Участвуя в заговоре, и за этот заговор он должен был поплатиться жизнью. И в данном случае это тоже имеет свою оборотную струк. нарушил контракт. Нарушил контракт. В Англии викингов-наемников не было. Там с ними боролись до победного конца. зажали их в области датского права и потом ее прикрыли. Наоборот, пресекали. И пресекали. Там наемников не было. Во Франции в период уже посткаролингский, когда шла междоусобная борьба между правителями отдельных земель, Аквитании, Бургундии и так далее, Эльдофранс, вот отдельные правители привлекали викингов. Но, в общем, это было не такое крупномасштабное явление. Не системное. Не системное. А вот на Востоке, в Древней Руси и Византии это была система. Проникновение викингов в восточноевропейские земли у Ладожского озера началось еще в 7 столетии, а к середине 8 века они уже прочно осели в Ладоге. Примерно в то же время при Ладожье заселяли и осваивали славяне. В отличие от грабительских набегов на берега Западной Европы, походы викингов в Восточную Европу носили по преимуществу мирный торговый характер. Во-первых, все русские князья, ну, первые князья просто были скандинавами, так что, естественно, у них были скандинавские дружины, и новый приток все время шел, но и в конце 10-го и в 11-м веке скандинавская дружина это норма. В дополнение к собственной дружине. Как только требовалась дополнительная военная сила, так посылали за море к варягам, и приходил отряд, и, значит, делал свое дело. Более того, в Византии, примерно около 980-го гвардии императора начинают рекрутироваться, которая раньше состояла по преимуществу, была армянская как бы, группировка, но там и византийские императоры были по происхождению армяне, приходит к власти другая династия, и меняется состав корпуса, он становится скандинавским. Значит, примерно с 980-го по 1066-й год, когда начался англосаксонский английский приток после нормандского завоевания, это скандинавская дружина. Причем, значит, это императорская гвардия с одной стороны, то есть ближайшее окружение. Вот как раз Харальд Хардрата, суровый, Харальд суровый, он возглавлял вот этот самый лейбгвардию императорскую. Но, кроме того, было и большое количество так называемых полевых варангов, то есть отрядов, которые включались в обычную полевую армию. Обычно они составляли отдельные отряды, тагмы, возглавляемые своим собственным предводителем, и их число иногда достигало нескольких тысяч. Их направляли в разные места, и в Болгарии они воевали, и в Передней Азии, и в Малой Азии. Сам Хардрата участвовал, скажем, в итальянских походах на Сицилию, в Италию. Так что использовались очень широко. Но именно на Руси и Византии. Ну, опять же, в контексте Византии это извечное противостояние с Римом, и, соответственно, борьба с городами коммерческими, которые составляли конкуренцию. Что, в общем, вполне понятно. Но, тем не менее, присутствие их в Средиземноморье более чем очевидно. А вот интересно, а почему они Африку не грабили? Или были набеги на африканское побережье? Рядом же, вот вошли через Гибралтар в Средиземное море, вот, казалось бы, вот те Марокко... А вот в Гибралтар не очень-то войдешь. Но входили все-таки, входили. Буквально очень мало случаев. Значит, дело в том, что Испания была завоевана арабами. И в... Значит, Гибралтар это арабская территория, и все вокруг, и Северная Африка, и Испания, все вокруг арабская. А вот с арабами было воевать викингам значительно хуже, чем с франками или с англами, англичанами. Слишком много? А вот трудно сказать, почему. Видимо, потому что арабы... Викинги считались лучшими воинами-европейцами. Видимо, нашла коса на камень, и арабы, которые только что вот осуществили колоссальное завоевание, были воинами ничуть не хуже викингов, потому что значит, в одной из саг рассказывается история о некоем Бьерне и Хастингсе, которые, значит, хорошо пограбили в Англии, затем во Франции, и начали движение на юг вдоль Западной Европы. Значит, они прекрасно все делали, грабили побережье и так далее, пока они не дошли до Испании. Они вошли в устье одной из рек, достигли Севильи, разграбили Севилю, потому что эмира Севилей в этот момент не было на месте. Значит, пока они там пировали и радовались жизни, подошла арабская армия и тут же разгромила этих самых викингов, и как пишет один арабский историк, викинги висели на всех пальмах как груши. Значит, удалось спастись какой-то горстке людей и вернуться обратно во Францию. Я думаю, что здесь есть еще и объективный фактор, потому что все-таки применяться к европейским условиям и к европейскому климату гораздо проще, чем к африканскому для выходцев с севера. Ну и база далеко. База далеко и вообще все далеко и, конечно, не надо сбрасывать со счетов военное искусство арабов, о чем говорила Елена Александровна. Ну, оно было достаточно специфическое, потому что, даже завоевав Испанию, они столкнулись с рядом трудностей и были территории, которые они просто не контролировали, особенно на севере, в Биринеях. Они туда и соваться-то не очень любили. Потом, как бы, войско арабское, оно в основном было конницей. И, соответственно, в тех местах, где условия не благоприятствовали, как те же самые горы, они не могли справиться со многими задачами. По всей видимости, я так предполагаю, что все-таки числом задавили. Вот сколько в среднем в набеге участвовало викингов? Несколько сот? Не огромной это армии. Потому что, ну вот, вместимость корабля, ну сколько? 40 человек, ну 60 человек. Да, максимально мы встречаем 80 человек, но это очень большой корабль. Это редкость. Нормальный корабль это 40, от 40 до 60 человек. То есть, дружина помещается на два дракара. Значит, в поход крупный ходило, ну, 5 дракаров, ну 6 дракаров, ну 10. Ну это уже очень много. Это очень много. Да. И вот тут возникает вопрос. Вот арабы их задавили. А вот они высадились, допустим, в Англии, что они любили делать на первом этапе. Или в той же самой Ирландии. Ну народ, население, это как ни крути, но все равно больше. Армия-то должна быть больше. Почему же они их так как... как тузик шапку рвали? Ну потому что население-то было и большое, но это земледельческое население, не организованное. Опять же, значит, и Англия. Англия в период начала вигинских набегов состояла из семьи королевств. потом пять королевств. В каждом королевстве свой король, своя армия между собой грызутся, воюют безостановочно. Значит, то одно выходит на первый план королевства, то другое, значит, в этот период, в IX веке, скажем, южная Весекс, на севере Нортумбре, посреди Мерсия, которую, значит, давят и те, и другие, у них нету сил сопротивляться просто-напросто. В Ирландии это еще племенной строй, в общем, корольки как бы есть, но они тоже не могут, у них нету возможности просто мобилизовать такие военные силы. Ополчение это ничто против профессиональных воинов. Сколько его там не собери, все равно это бестолку, а войско ведь каким образом удалось королю Альфреду остановить наступление викингов, потому что если бы ему не удалось это сделать, вся Англия была бы просто захвачена ими. Он начинает строить крепости, где сосредотачивает гарнизоны, которые могли оказать сопротивление в первый момент. Он отмобилизовывает армию, причем располагает так, чтобы быстро могли попасть в разные места, и он строит флот. Вот впервые в Англии при короле Альфреде строится хороший, хорошо оснащенный и экипированный флот. Вот в результате всех этих действий ему удается не изгнать викингов, а, по крайней мере, сдержать их на территории датского права. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда эти самые скандинавы расселяются, то с них еще берут обещание охранять от других викингов эту землю. Конечно, это обещание не сдерживается, очень часто жители области датского права принимают участие в викинских нападениях, помогают викингам, но, тем не менее, по мере того, как они оседают на землю, втягиваются в структуры местные, конечно, их заинтересованность в викингских походах снижается. Снижается. Да? Да. Такой момент немаловажный, который, я думаю, надо проговорить, это техника вооружения, боевая подготовка, потому что без всего этого вряд ли бы они наводили ужасно всю Европу. Да, это большая проблема, потому что прежде всего это проблема источников. Как правило, это источники археологические, они, конечно, наиболее наглядные, но то, о чем спрашиваете вы, конечно, они не предоставляют информации, например, по таким вещам, как именно подготовка, именно процесс подготовки, рекрутирования, если так можно выразиться по отношению к дружелю. Ну, какие-то сады может быть. Вот как раз эта проблема источников в том, что саги записывались гораздо позже, и есть большой риск, что в сагах происходит просто историческая реконструкция. Историческая реконструкция, соответственно, между эпохой викингов и записью саг проходит 300 лет, и 250-300 лет, и здесь уже происходят определенные модификации. Основное вооружение меч, причем мечи, клинки, производились в рейнских мастерских, на рейне. То есть они франкские. Значит, длинный меч, примерно вот такой вот длинный клинок. Рукояти сначала тоже изготовлялись во Франции, но потом стали производиться на местах. Очень богато ароментированы. Такие красивые рукояти, просто прелесть. Значит, клинки мечей иногда подписаны, клеймо мастерской, ульфберт, например, или что-нибудь еще. Значит, меч. То есть фактически немцы делали мечи. Франки. Это франкское государство еще. Еще немцев нету, как-то. Есть франки. Так что их снабжало те самые франки, которых они же и резали. Их же собственным оружием. Боевой топор. Вот боевой топор это тоже такое обязательное оружие у каждого воина. Значит, специфический двухсторонний. Односторонний. Специфической формы с довольно острыми. Иногда инкрустированные. Тоже есть такие топорики, прямо смотришь на них в загляденье. На длинной рукояти хорошее оружие, крепкое. Значит, луки со стрелами, конечно. копья были бесспорно. Были наконечники копья находят, наконечники стрел. Вот это основное оружие. Ну и безусловно щиты. Круглые щиты. Затем, значит, это оружие оружие. Теперь, значит, что на воине? Кольчуги определенного типа, шлемы, конечно, и щиты защитные вооружения. Щиты деревянные. Щиты деревянные с металлическими оковками, с металлическими накладками. Мы знаем о том, немножко о подготовке воинов. Значит, дело в том, что в середине прошлого века XX были обнаружены так называемые круглые крепости. Сначала были они обнаружены на территории Дании, Трелеборге, Нонбакен в четырех местах. Агарсборг. Значит, очень интересная вещь. Круглые валы, ограничивающие по периметру пространство, с двумя пересекающимися дорогами и, соответственно, разрывами в валах, значит, проезжие части. И очень строго по плану определенному поставленные дома особого типа, там немножко расширяющие, так называемые дома Трелеборгского типа. Значит, первоначально, причем все эти крепости круглые были построены в одно и то же время, примерно, в 80-е, 90-е годы 10-го века. Как раз, когда готовилась и начиналась новая волна нападений датских на Англию и завоевания Англии вот с военным Вилобородом и Кнутом Великим. Значит, первоначально предполагалось, что это были лагеря для подготовки как раз воинов для нападения на Англию. Потом выяснилось, что, конечно, ситуация сложнее и функция этих круглых крепостей не ограничивалась только подготовкой воинов. Это были административные центры, куда, очевидно, свозилась здание и так далее. Но это все равно не исключает их военную функцию. Значит, там не находят никаких следов пребывания женщин. Вот никаких предметов. Мужские поселения. Это чисто мужские поселения, только, значит, воинские. Так что вот каким образом подготавливались. А рекрутировались на добровольной основе желающих было достаточно. Вы знаете, вот по сей день в Финляндии сохранился обычай, я не знаю, как в других скандинавских странах. Мальчику дарят его первый нож самский, маленький, когда ему исполняется три года, чтобы человек начинал приобщаться к холодному оружию, к тому, без чего с древних времен выжить невозможно. Причем технологии ковки у финнов в последние две тысячи лет не менялись. Они великолепные металлурги, делают высокоуглеродистую сталь, которая прекрасно точится и очень прочная. И до сих пор кузнечное дело, вот ремесленное, у них является вещью культовой. И вот, начиная с трех лет, человек начинал к этому делу приобщаться. Так же, как в Японии в самурайских семьях, буквально с молодых ногтей. Вот становление воина велось таким образом у викингов или нет никакой информации? Я бы сказала, не у викингов, а у скандинавов, потому что викинги выходили из общескандинавской среды. любой свободный человек, он и имел право, и был обязан одновременно носить оружие. свободный мужчина. Ну, как бы, воспитание воина с детства. Да, с детства, с раннего детства. К сожалению, наше время подходит сегодня к концу. Я думаю, что мы сделаем еще не одну и не две передачи про викингов. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в Глубь истории. Всего доброго. Смотрите субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok